Субтитры создавал DimaTorzok Первый день Вчера после Магриба он встал По милости Аллаха Увидели Новолуние И как же прекрасен Этот месяц Пусть Аллах Субтитры дарует нам Прекрасное поклонение на его пути Визнеллах и Тааля Аль-Хамду лилля Мы с вами продолжаем Цикл вебинара 32 из Корана В Рамадане более интенсивный Как мы уже говорили на прошлом уроке Иншаллах Мы сегодня с вами Из 30 на 15 Дуа по счёту Я надеюсь Вы продолжаете свой блокнот Который вы завели в самом начале Я надеюсь, что вы заучили Все 14 дуа Каким-то образом старайтесь применить Это в жизни Применить именно по причине Каких-то событий Историй Или Именно положение Которое Нас постигает По именно причине Которая становится Как раз употребление Этих дуа И 15 дуа У нас Дуа, который делается Для того, чтобы мы были Из числа Совершающих молитву Ас-Соля Говорится в арабском языке Молитва Иногда это слово Переводят Намаз Если Точно переводить На русский язык То это будет Молитва Под которым Подразумевается Совершение Намаза Эта дуа Приходит В 14-й суре В суре Ибрагим Великий пророк Отец пророков Ибрагим Алейсалям Которому Посвящена Целая сура 14-я сура Священного Корана В 40-м аяте Пророк Ибрагим Алейсалям Спрашивает У Аллаха Дважды Аллах Обращается К Аллаху В первом Он говорит То есть Господи Включи меня И часть Моего потомства В число Тех Кто совершает Намаз А затем То есть Прими Мою Мольбу Действительно Это очень Важная Молитва Действительно Это очень Важная Дуа Мольба О Вращении Быть Одним Из Совершающих Молитву Намаз Конечно же В любой момент Мы можем Сбиться С пути И Каким-то Образом Оказаться Из числа Из числа Несовершающих Намаз Есть Другой Вид Дуа В котором Говорится Аллаху Моя Мукаллиб Аль Клюб Саббит Калби Аля Динник То есть О Аллах Изменяющий Состояние Сердец Укрепи Мое Сердце На Твоей Религии Это Наподобие Этого Дуа Но Который Именно Исходит Из слов Ибрагима Алейсалям И по Толкованию Абу Аделя Переводится Как Господи Сделай Меня Совершающим Молитву Постоянно И надлежащим Образом И из Моего Потомства Господь Наш И прими Мою Мольбу И Здесь Очень Хорошо Подчеркнуто Слово Постоянно И Надлежащим Образом Конечно же Очень Важно Постоянно Быть Одним Из Совершающих Пятикратный Намаз Это Самое Главное За что Мы будем Спрошены Перед Аллахом Судный День И Намаз Ас-Саля Является Одним Из Пяти Столпов Ислама Вторым По счету То есть Когда Человек Принимает Полностью Религию Ислам И Полностью Уверовав Аллаха Свидетельствует О том Что Нет Никого Иного Для поклонений Кроме Одного Аллаха И Свидетельствует Что Мухаммад Саля Аллаху Алейху Совершается Сразу Так Как Совершал Это Сам Пророк Мухаммад Саля Аллах Алейху Ас-Салям То есть Мы Полностью Следуем И Кур'ану И Сонне Пророка Саля Аллах Алейху Ас-Салям Алейху То есть Походу И Сам Таухид Само Единобожие Делится На три Части Как Единобожие В господстве И В божественности И В Его Именах И атрибутах И Так Намаз Один из Столпов Ислама Который Неотъемлемый От Нашей Жизни Это Самое Главное Чем Мы Можем Заниматься В этой Дуньи Аллах Субхану Ата'али Говорит Что Намаз Отличает Мусульманина От Кяфира То есть Намаз Это Отличие Веры Имана От Куфра Соответственно Если Время Намаза Наступает И мы Не Совершаем Занимаемся Иными Делами Которые Не так Важны Для Нашей Жизни Так И Для Наш Ахирата Как Намаз Мы Становимся Одним Из Небрежно Относящихся К Намазу Об Этому Аллах Субхан Талия Упоминает Сури Аль-Ма'ун Он Говорит О том Что То есть Пусть Будут Прокляты Те Кто Небрежно Относятся К Намазу Под Этими Словами Аллаха Не Подразумеваются Те Кто Не Совершает Намаз Нет Под Этими Аятами Подразумеваются Именно Те Кто Именно Небрежно Относятся К Намазу Совершая И при этом Небрежно Относиться Поздно Читать Опаздывать Во время Намаза Думать О других Вещах Или Если кто-то Смотрит Показывает Что он Совершает Если никто Не видит Не совершая Его И так далее Делать Другие Дела Дуни Вперед До Намаза И так далее И Конечно Этим Дуа Ибрагим Алейсалям Мы Утверждаемся Мы в любом Случае Каким-то Образом Становимся Уверены В том Что Есть Такое Дуа И да Аллах Аллах Примет Когда мы Делаем Дуа Аллаху Мы должны Всегда Быть Уверены И надеяться На то Что Аллах Это Примет В толковании Ибн Кассира Сказано То есть Господи Сделай Меня Выстаивающим Молитву То есть Постоянно Совершающим Его И соблюдающим Ее условия И из Моего Потомства То есть Сделай Их Так же Выстаивающими Молитву Это очень Важно Когда мы Сами Совершаем Молитву И если Наше Потомство Тоже Совершает Мы знаем Сколько лет Мы жили В атеизме Возможно Некоторые Страны Этого Не знают Но 15 стран Входящих В число Советского Союза Социалистического Союза СССР Мы жили В атеизме Нам Внушали Нашим Предкам Внушали Что Бога Нет Коммунизм Делайте Все Что Хотите Занимайтесь Тем Чем Угодно Главное Не Совершать Намаз Не Паститься Не Носить Платок Хиджаб Не Носить Бороду И так Далее То есть Полное Несоответствие Шариату Было Возможно Наши Предки Которые Были Убиты Неверующими Нечестивцами Которые Отказывались Разговляться Которые Дальше Постились Несмотря на то Что угрожали Что убьют Которые Совершали Намаз Несмотря на то Что угрожали Что убьют Они Делали Дуа О Аллах Сделай наших Детей Наших Внуков Правнуков Наше Потомство Одними Совершающих Молитву И Аллах Субхану Аталя Принял Их Дуа И через 70 лет Вся Молодежь Начала Намаз Совершать И в этих 15 странах Очень Многие Молодые Люди Стали Причиной Совершения Намаза Пророка Ибра Ибра Алейх Салям То Мухаммад Салли Аллах Алейх Васселям Является Прямым Потомком Его Потому что Мы говорили Что Мухаммад Салли Аллах Алейх Салям Вышел Из Потомства Исмаиля Алейх Салям А Исмаил Алейх Салям Является Сыном Ибра Алейх Салям Значит Мухаммад Салли Аллах Алейх Васселям Является Каким-то Образом Потомством Ибра Алейх Салям И таким Образом Он Поклоняется Аллаху Аллах Принял Его Дуа И за Пророком Мухаммад Салли Аллах Васселям Поклоняемся И мы По милости Аллаха Давайте Завучим Эту Дуа Бисмилля Робби Диал Ни Му Ким Салати Ва Мин Зурри Яти Роббана Вата Каббал Дуа Вот здесь Есть правило Мадда Мутас Салям Даже По причине Остановки Мы должны Тянуть Этот Аллах Мадди На Четыре Харакя Давайте Еще раз Прочтем Робби Робби Господи Идеальни Сделай Меня Му Кима Му Ким Совершающим Ассаля То есть Мы сказали Что Ассаля Это Намаз Молитва Ва Мин И Из Зурри Яти Моего Потомства Роббана Это уже Во множественном числе Мы часто Используем Именно Это слово Господь Наш Вата Каббал И Прими Дуа Мою Молитву Дай Аллах Быть нам Из числа Действительно Совершающих Намаз Надлежащим Образом Подобающим Образом Вовремя Своевременно И так Как Показал Это Наш Пророк Мухаммад В итоге Мы должны Сделать Такое Намерение Что Любое Наше Действие Принимается Только По Двум Действиям Во-первых Мы должны Делать Любое Дело Ради Лика Аллаха А во-вторых Мы должны Это делать По Сонне Пророка Мухаммада Если Один из них Будет Отсутствовать То Это Не Примется Например Тот же Намаз Ту же Молитву Мы будем Совершать Ради Аллаха Очень Искренне Но Движения Наши Слова Наши Произношения Какие-то Руко Сажда Ноги Руки Когда мы Ставим Не так Как Пророк Мухаммад Салли Аллах Читал По-другому Если Мы делаем Это Это Не Примется Также Если Мы будем Читать Прям Так Как Пророк Мухаммад Салли Аллах Показал И Голову Правильный Лоб Ставим И Глаза Открытые Руки Там Стоят Где Надо И Колени И Слова Правильный Все 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 Верно Но В сердце Нет Намерения Ради Аллаха Возможно Совершая Мы думаем Вот бы Понравится Мужу Вот бы Понравится Свекрови Или Тем Людям Которые Сзади Смотрят А когда Их нет Мы Не Совершаем То есть Как Показуха И так далее Или так Читать Как будто Движения Какие-то Красивые Движения Которые Не ради Аллаха А просто Как Физическая Культура Получается Нет То есть Мы делаем Итог Что Любое Наше Действие Примется Если Мы Следуем Этим Двум Действиям Би Изнеллахи Тааля Тогда Иншалла На этом Мы завершаем Эта дуа Пусть Эта дуа Будет Во благо Вам И нам Субханикаллаху Мамбихамник Ашхаду Аллах Иланд Астагу Влюг Атуб Илайк Ассаляму Алейкум На Варахматуллах 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 Ахруватил Алейкум Ассалям Варахматуллах Варахматуллах Алейкум Салам